Всем привет! Пролетело календарное лето, ну а новости по-прежнему горячие. И начнем сразу с того, что исправим ошибку, которую я допустила в нашем прошлом ролике. Армения ратифицировала так называемый римский статут. Итак, возвращаясь к вопросу о римском статуте. Это документ, который регламентирует работу Международного уголовного суда. В прошлом ролике я сказала, что он уже был ратифицирован Арменией. Но тут крайне сложная история. Как выяснилось, Армения признала римский статут еще в 1998 году. Однако Конституционный суд признал тогда его не соответствующим законам Армении и документам. Поэтому история затянулась и снова к ней вернулись уже довольно недавно. Когда в марте Конституционный суд Армении признал этот документ соответствующим основному закону страны. А сейчас уже он наконец передан на ратификацию в Национальное собрание страны. Расскажу предысторию, почему Армении так важен этот документ и почему собственно все, что происходит вокруг него, вызывает так много разговоров. Дело в том, что присоединившись к римскому статуту, Армения сможет поднять вопрос о военных преступлениях Азербайджана в Международном уголовном суде. Но есть один нюанс. Дело в том, что Международный уголовный суд в марте выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Связано это с тем, что с территории Украины были вывезены дети, а суд расценил это как их незаконную депортацию. И теперь любая страна, которая ратифицировала римский статут, по идее обязана арестовать Путина, если он окажется на ее территории. А теперь расскажем вам о троллинге Азербайджана. Дело в том, что недавно площадь, на которой находится консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, была переименована в площадь Арцаха. Это такой давний прием. Таким образом, например, на Западе троллят Россию. В 2018 году в Вашингтоне площадь, на которой находится посольство России в Америке, тоже была переименована. Она теперь называется площадь Немцова. Как известно, Немцов – это оппозиционный политик, который был убит в 2015 году в самом центре Москвы на Большом Каменном мосту. А кто это едет? И, кстати, после этого площадь Немцова появилась, в частности, и в Праге. Ну и, как вы уже догадались, ровно там находится посольство России в этой стране. Мы покопались в этой теме, и выяснилось, что почти в то же время, когда российское посольство в Америке внезапно поменяло свой адрес, никуда при этом не переехав, похожая история случилась и с посольством ОАЭ. Дело в том, что в свое время министр иностранных дел этой страны написал твит, в котором рассказывалось о том, что в свое время в Медине, когда она входила в состав Османской империи, губернатор этого города, скорее даже военный комендант, генерал Фахреддин Паша, притеснял арабов. Данная запись очень не понравилась турецким властям, и вскоре после этого площадь, на которой находится представительство ОАЭ в Турции, была переименована, как вы уже догадались, в площадь Фахреддина Паши. Ну, а теперь пойдем дальше и тоже фактически о троллинге. Дело в том, что недавно, удивительная новость, Азербайджан отправил гуманитарный конвой в Арцах. Но в Арцахе нету гуманитарной катастрофы, чтобы отправлять конвой. Вот в том и дело. Вроде, как сам Азербайджан говорит, гуманитарной катастрофы в Арцахе нет, но почему-то Азербайджан отправляет гуманитарную помощь туда, где гуманитарной катастрофы нет. Ну, понятное дело, что арцахцы не пустили к себе эту помощь, но, к сожалению, в очередной раз до них не доехала та помощь, которую они готовы были принять. Получается такая гонка. Армянский конвой, французский конвой и азербайджанский конвой. Кто первый прибудет в Арцах? И вот как раз о французском гуманитарном конвое. Есть такая женщина, зовется она Анны Дальго. Это первый мэр-женщина в истории Парижа. Недавно она вместе с целой французской делегацией отправилась в составе гуманитарного конвоя с помощью для Арцаха. Ну, как вы догадались, доехав до Лачинского коридора, этот конвой дальше никуда не проехал. Десять грузовиков оказались заблокированы. Анны Дальго упомянула о том, что гуманитарная помощь не попадает в Арцах, что является абсолютным нарушением прав человека. Кстати, упомяну о том, что вице-мэром Парижа несколько лет назад стала этническая армянка Анну Шторанян. Она, кстати, человек очень активной позиции. Она приезжала с визитом в Армению и вообще очень трепетно относится к тому, что происходит на ее исторической родине. Интересный факт, что, став вице-мэром Парижа, она опередила другую претендентку на эту должность, турчанку Эврен. И, кстати, снова об армянках. Дело в том, что в Армении было принято решение о том, что здесь появится женский батальон. И вот продолжается набор в этот батальон, служба в котором предполагает 6 месяцев. Поступить в него могут на добровольной основе женщины в возрасте от 18 до 27 лет. И по истечении срока службы они, как предполагается, получат 1 миллион драм. Это где-то около 2,5 тысячи долларов. А желающие связать свою службу с армией могут пойти туда на службу по контракту. Контракт заключается на 5 лет. Честно говоря, мне вообще кажется, что нам всем желательно уметь себя защитить, уметь быть мобилизованными. И вообще сама идея не только женского батальона, а курсов для женщин, которые, если нужно стране, могут постоять за себя и за своих близких, очень правильная. А теперь о том, чем живет и дышит Ереван. Недавно армянские власти заявили, что в городе появится парк по типу центрального парка в Нью-Йорке. Мы часто в наших роликах сетуем о том, что зеленые зоны в Ереване как-то сокращаются. И тут, наконец-то, радостная новость. В районе садов Далмы, как обещают городские власти, появится огромный парк, где будет даже озеро, различные зоны отдыха, фудкорты, амфитеатр, экозоны, маркет, фитнес и все такое. Правда, когда это произойдет, пока не уточняется. Размах, конечно, гигантский. Но мы надеемся, что уже через несколько лет город станет чуть зеленее. И снова о городе. Недавно было объявлено, что к столетию со дня рождения Шарля Азнавура появится в городе на площади его имени памятник Шансонье. Был объявлен конкурс, на который было представлено более 30 вариантов, за которые можно было проголосовать. Честно говоря, мы, конечно же, с интересом осмотрели тоже все варианты и долго мучились, какой выбрать. Но не потому, что они нам все очень понравились, а потому, что приходилось выбирать лучшее из не очень хорошего. И слава богу, мы узнали, что по завершении голосования жюри, которому предстояло принять окончательное решение, не выбрало ни один из вариантов. Кстати, в это жюри входят и члены семьи Азнавура. Так что пока памятник продолжают подбирать. И мы надеемся, что это будет что-то достойное. В прошлом ролике я, кстати, вам рассказывала о памятнике Карену Домерчану, который, может быть, мы, правда, пропустили, но мы не слышали, чтобы по проекту памятника было голосование. Так вот, честно говоря, на мой взгляд, этот памятник ни по стилю, ни по своим размерам совершенно не вписывается в концепцию очень современного стильного здания спортивно-концертного комплекса. Выглядит он там как что-то совершенно инородное. Но будем надеяться, что с памятником Азнавура ситуация будет развиваться несколько иным образом. И мы получим что-то гармоничное, которое красиво впишется в общий облик города. Есть такой писатель Чингис Абдулаев. Довольно знаменитый детективщик, книги которого выходили огромными тиражами по всему миру, в том числе в Москве. Я в свое время их читала и, кстати, совершенно не знала, что человек, придумавший такого расследователя преступлений по имени Дронго... Мне думается, что самая ценная часть тела у человека – это голова. Этнический азербайджанец. Но вот тут недавно мы почитали в Фейсбуке, что Абдулаев жалуется на то, что его травят в стране, что бакинский диалект, на котором он говорит, вызывает раздражение у многих людей, что все зашло так далеко, что он даже готов уехать из своего любимого в Баку. Самое интересное, что Абдулаев – один из авторов книги «Черный январь» 1990 про события в Баку. Но мы не будем сейчас говорить о том, как именно он преподносит все, что тогда там происходило, оставим это на его совести. Но он довольно недавно сказал такую интересную вещь. Дело в том, что соавтор этой книги был убит в Баку, как, собственно, и несколько других оппозиционеров-правозащитников. Так вот, Абдулаев сказал о том, что это порочная практика – винить во всем плохом, что происходит в стране, своих нелюбимых соседей. Сколько же мы будем ходить по этому порочному кругу, сказал он. Я, конечно, понимаю, что скажу сейчас очень непопулярную вещь, но подобную тенденцию, честно говоря, мы заметили и в Армении. Когда здесь происходят какие-то очень жестокие преступления, что-то глобально нехорошее, люди не хотят верить, что это могут сделать жители их страны. И тоже часто всплывает, сразу первая версия бывает, что это сделали... Диверсанты из Азербайджана. Да, нехорошие соседи. Потом, в общем, скрывается подоплека всего этого. Я это говорю к тому, что мы все, наверное, устроены так, что ищем причину своих бед. Как правило, не в себе. А я тем временем хочу поздравить или посочувствовать тем, для кого первое сентября стало началом нового учебного года. Это уже второе первое сентября, когда школы Армении заметно пополнились детьми из России. Ну, с этим, кстати, у многих возникает немало проблем, потому что школы переполнены. Частные школы, например, такая как Перспектива, заявляют о том, что там тоже нет мест. В общем, как-то ищутся решения этих вопросов. А вместе с тем мне недавно знакомые, которые имеют отношение к сфере образования в Москве, рассказывали такие интересные вещи, что в некоторых московских школах наблюдается недобор учеников, в частности, в первые классы, а в детских садах даже закрываются группы. Это очень странно слышать, потому что, например, когда родился наш ребенок, принято было записывать ребенка на очередь в детский сад буквально сразу после рождения. Вот такая вот история. Вот так вот живем мы в общем котле, как-то выгребаем и очень надеемся, что наша жизнь, несмотря ни на что, все же станет лучше.